Ближе быть неволчима, вот тут моя. На родном языке 10-летняя Елизавета Нафиева поет впервые. У девочки белорусские корни. На сцене она исполнила песню, которая раскрывает душу ее народа. Песня про родной край, про деревню. Тепло. Испытываю такие эмоции хорошие. Желтые ботинки, улыбка на лице и яркое исполнение. Камила Галеева из Казани участвуют в фестивале несколько лет подряд. И точно знают, в чем секрет успеха. Какой надо быть на сцене? Энергичной, яркой, улыбчивой. В этом году в отборочных этапах приняли участие 60 тысяч детей. Они прошли в Менделеевске, Набережных Челнах, Зеленодольске, Мамадыше. Впервые в Алексеевском. 5,5 тысяч детей прошли в финал и приехали покорять столицу. Ты прелезь на свете, королева красоты. Я, например, эту песню посвящал своей маме. Перед концертом у меня все время что-то горе перешито. А вот стесняюсь все время. А вот когда зайду на сцену, все, как будто я забываю, что я стесняюсь. У меня песня про умы и России, длинные косички. В основном в репертуаре у юных артистов отечественные песни и музыка. Творческие номера о добре, преданности и счастье. Многие поют на родном языке. Татарская песня про гармонь. Очень задорная и веселая песня. У меня дедушка поет татарские песни. Я решила пойти по его ступам. Фестиваль проводится 23-й год подряд. Символично, что в этот раз он проходит в год национальных культур и традиций. Здорово вот в этом году, что вы увидите огромное количество великих танцев. Марийских, удмуртских, мордовских, татарских, конечно, русских, которые составляют великое сердце России. По Волжье это сердце России, где живут те народы, которые составляют ядро культуры и мощи великого национального района России. Финал конкурса продлится до 12 апреля. Впереди выступления творческих коллективов, танцоров, конферансье. Лучшие выступят на гала-концерте в пирамиде 19 апреля. Алина Струминская, Дельмин Дубаев, ТНВ, Казань.